Приветствую вас, дорогие зрители канала Ческом.ру! В данном видео хочу разобрать одну из финальных партий, сыгранных между одним из сильнейших стримеров планеты Хикару Накамурой и одним из сильнейших шахматистов Перу Хосе Мартинесом Алькантарой в рамках финала первого турнира Арены Королей 9 сезона. И перед тем, как мы начнем обзор данной увлекательной партии, хочу немного рассказать по поводу турнира Арены Королей. Арена Королей – это не только турнир, это серия турниров, которая стартовала 2 февраля, то есть в среду, и планируется проходить еженедельно, каждую среду, вплоть до 27 апреля. Что нужно знать по поводу данного турнира? Турнир стартует 8 часов по московскому времени, и в данном турнире формата Арены может принять участие любой желающий, любой пользователь платформы Ческом. И по итогу двухчасовой арены у нас определяется 16 лучших стримеров, которые квалифицируются в нокаут-турнир и продолжают бороться за неплохие денежные призы, и в котором турнире за победу предназначен приз в размере 500 долларов, а проигравшему финал – 350 долларов США. Также хочется добавить, что призерам нокаут-турниров достается определенное количество баллов. Как мы видим на экране, первому месту дается 10 баллов, второму – 7, и третьему и четвертому месту, соответственно, по 5 баллов каждому. И чтобы отобраться в финальный турнир 27 апреля, стримерам нужно набрать хотя бы 10 баллов за сезон, чтобы участвовать в отборочном турнире. А сейчас вы можете стать свидетелями развязки первого турнира в рамках девятого сезона, и в финал вышли Хикару Накамура и Хосе Мартинес Алькантара, и они поборются за главный приз в размере 500 долларов, а проигравший получит 350 долларов. В данном поединке Хикару достались белые фигуры, а одному из сильнейших шахматистов Перу, Хосе Мартинес Алькантара, соответственно, достались черные. Накамура начал партию ходом королевского коня, сыграл конь f3, черные подхватили симметричным конь f6. b3. Хикару применяет одну из своих любимых систем и выставляет сла на такую дальнобойную диагональ. Черные сыграли e6, белые тем временем развивают чернопольного слона, черные отвечают ходом b6, с идеей также слона развить, выставив его на поле b7. И Накамура в этой позиции сыграл g2, g3. Но главным ходом в репертуаре Накамуры является продолжение e2, e3. Накамура обычно старается слона поставить на e2, потом сыграть короткая рокировка и провести d4, d4 и захватить центр по полной программе. Но Накамура в этой партии применяет систему двойного фиангета, играет в g2, g3, слон b7, слон g2, слон e7, рокировка, рокировка. Обе стороны завершают развитие фигур королевского фланга. И теперь уже Накамура захватывает пространство, играет в c24 и черные отвечают тем же оружием c7, c5. Накамура мог в этой партии сыграть конь c3, ладья c1 и потом подготовиться к прорыву по центру, связанному с ходом d2, d4. Но Хикару применяет сразу ход d4 и оказывает давление на черную пешку c5. Черные сразу же пешку съедают и белые бьют целенаправленно ферзем, не боясь неприятного для белых хода конь c6. Если данный ход последовал бы в данной позиции, то Накамура достаточно вероятно своего ферзя поставил бы на поле f4 и на ход d5 сыграл бы ладья d1, подвязав черного ферзя по вертикали d. Данная позиция встречалась на практике сотни раз и здесь главным ходом является продолжение ферзь b8, конь e5. Таким образом белые отказываются от размена ферзей. Получается позиция с небольшим, но стойким преимуществом за белых. Но Хосе Мартинес здесь все-таки сыграл d6, сыграл поспокойнее, поскромнее. Белые ответили ходом ладья d1 и черный конь пошел на поле d7, конь c3 и a6. Возникает такая ежеподобная позиция из сицилианской защиты системы ежа. У черных очень надежно выставлено пешки и конкретных явных слабостей в их лагере не предвидится. И здесь белые играют конь e1. Таким образом Накамура предлагает размин белопольных слонов, чтобы упростить позицию. А перуанский гроссмейстер здесь играет с покойника ферзей 7. Говорит Хикару, я буду меняться только на своих условиях. И здесь, конечно, действительно меняться Хикару не выгодно, потому что черный ферзь встает на неприятную для белых диагональ. И ферзь, конечно, здесь контролирует большое количество белых полей. Так что Накамура здесь не торопится. Он подводит последнюю тяжелую фигуру в бой. Играет ладья a на c1. Черные отвечают ходом ладья c8. e4, ладья d8. Черные таким ходом завершают развитие последней своей фигуры. И Накамура делает довольно логичный ход ферзь e3. Белые убирают ферзя с одной из центральных вертикалей d. И готовят пункт d4 для того, чтобы можно было конем заползти на это вкусное заветное поле. Черные играют ферзь b8. Белые играют конь f3. Конь c5. Черные нападают уже на пешку e4, подводя третью атакующую фигуру в игру. Белые защищаются, переводя коня на поле d4. Ферзь a8. Черные снова нападают. Снова цепляют эту пешку на поле e4. И Хикару защищают ее ходом ладья e1. Ладья e8. Черные решают улучшить положение своей ладьи. Здесь, скорее всего, Косе Мартинос понимает, что ладья на поле d8 особо ничем не занимается. Да, она где-то помогает провести d5. Но пока что ход d5 не актуален, потому что как только черные сыграют d5, сразу же придет вторичный удар в виде хода e5. Поэтому здесь черные ладью убирают на вертикали e. Белые играют ферзь e2, ферзь b8. Ладья c на d1. Накамура также улучшает положение своей ладьи, потому что ладья на поле c1 особо также ничем не занималась и стреляла, упиралась в свои фигуры. Поэтому белые активизируются. Черные снова возвращают ладью на поле d8. Видно, что Косе Мартинос пока что стоит на месте, ожидая активных действий со стороны белых. А белые спокойненько играют h3, улучшая позицию. Конь c на d7. И здесь соперники так мельтишели на месте, особо ничем таким активным не занимались. Но обе стороны здесь максимально улучшали свои фигуры и выставляли их на максимально выгодные для себя позиции. Белые сыграли ладью d2. Черные сделали форточку. Король h2. Белые улучшают положение короля. Черные снова уже играют ладья е8. Какой уже? Третий раз черный ладья входит туда-сюда, пока не в состоянии определиться с планом дальнейшей игры. Черные после хода белых ладья d1 играют слон f8. Догонологичный ход. Таким образом, черные убирают слона и черный ладья теперь действительно подвязывает белого ферзя по вертикали е. Белые играют конь c2. Черные отвечают ходом ладья c5. Ход на самом деле не самый удачный, потому что здесь уже черный ладья в вариантах подставляется под ход b3, b4. Но Накамура пока не торопится. Он играет конь е3, улучшая положение одной из своих легких фигур. Черные возвращают ладья на поле c8 и конь g4. Не самое точное продолжение стороны белых. Сильнее Накамура в данный момент было пойти f4, захватывая пространство, как раз контролируя пункт е5. И, конечно, главная идея в данном варианте, в данной поице стороны Накамуры, заключается в проведении прорыва е4, е5, после чего черные фигуры будут в замешательстве. Поэтому Накамуре нужно было начать подготовку к данному прорыву. Но белые сыграли конь g4. Черные играют слон c6. Скорее всего, с идеей пойти fb7, чтобы чуточку улучшить ферзя и выставить его на неплохую такую дальнюю диагональ. Белые меняют одну пару коней и играют ладья d4. Это является серьезной неточностью стороны американского гроссмейстера. Здесь белым обязательно нужно было пойти a4, потому что главная активная идея черных в данной позиции является прорыв b6, b5 на ферзьевом фланге. А ходом a4 белые лишали бы черных такой хорошей возможности. Но Накамура сыграла где-то 4 и сразу же перуанский гроссмейстер ответил ходом b6, b5. Белые подменялись и Накамура блокирует пешку b5 ходом b3, b4. Черные понимают, что ну сколько можно, нужно проводить хоть какую-то активную идею. Черные играют d6, d5 сразу же активизируя своего чернопольного слона. И таким образом черные надавливают на белую пешку на поле e4. Накамура здесь поменялся, на самом деле чуточку сильнее и интереснее смотрелся ход e5 с нападением на коня и на конь d7. Например, можно пойти уже a3, пешку на поле b4 подкрепить, чтобы ладья не была вынуждена эту пешку все время сторожить. Например, ферзь a7, конь d1 и план Накамура заключается как раз в атаке на королевском фланге пытаться как-то создать проблему сопернику на этом участке доски. Но хикару здесь поменялся, черные побили пешкой, нападая сразу же на белого ферзя и ферзь, покинул поле нападения и ушел на поле d1. И в партии состоялся размен тяжелых фигур, ладья e1, ферзь b1 и Хосе Мартинес играет здесь ферзь a7, нападая на белую ладью. Ладья подвисает, белые ее защищают, играя ферзь d2, ладья d8 и Накамура играет a2, a3. Вот возникает такая позиция и на самом деле здесь уже имеется неплохое преимущество на стороне опытного известного американского стримера. Потому что черные находятся действительно в партере, они обязаны пешку на поле d5 сторожить всеми своими фигурами, а белые спокойно надавливают. А как мы знаем, обороняться намного сложнее, чем атаковать. И конечно здесь Мартинесу особо не позавидуешь. Черные сыграли ферзь b7, белые неторопливо играют конь e2 с целью где-то возможно коня перевести на поле f4, а может быть даже не на f4, а может через это поле белый конь встанет на поле c5 или на поле e5, никто этого не знает. Черные сыграли ладья e8, белые играют конь f4, нападая на центральную пешку черных на пешку d5. Черные в ответ нападают на белого ферзя, а ферзь покидает поле нападения, уходит на c2. Ладья c8, здесь шахматисты повторили ходы, ферзь e2, ладья e8 и ферзь вернулся на поле c2. Конечно же черным хочется увидеть троекратное повторение позиции, но Накамура понимает, что на его стороне здесь преимущество и он здесь повторять не будет. Он играет ферзь b3, как раз атакует черную пешку на поле d5. Черные сыграли ладья e8, на самом деле это является одним из сильнейших ходов. Если пойти, например, ладья d8, то можно спокойненько остаться без коня, ввиду того, что нельзя брать слона, ввиду потери ладьи на поле d8. Черные сыграли ладья e8 и Накамура здесь просто остается с лишней пешкой, забирая на d5. Черные здесь съели конь бьет f2, это оказалось неточностью. Если черные хотели сохранить такую конкурентную борьбу, то нужно было пойти ладья e5, нападая на белого коня. Например, белый забирают на e4, то тогда этот ход уже приводит белых к неприятностям, потому что уже есть ход ладья бьет e4 и нельзя брать эту ладью ввиду взятия коня на поле d5. Здесь вообще партию можно проиграть и остаться без материала в окончании. Но здесь Хосе Мартино серьезно ошибается играть конь бьет f2, ему кажется, что он здесь отыгрывает материал и на доске снова равенство, но нет. Белый играет в ферзь e2, нападает на черного коня и непонятно куда деваться черному коню. И здесь перуанцу следовало обязательно играть в этой позиции ладья e5, таким образом цепляя белого коня на поле d5. Например, ферзь бьет f2 и тут вот черным обязательно нужно играть не слон бьет d5, а ладья бьет d5. Почему? Потому что если черный забирает слоном, белый забирает ладьей на d5, черный забирает в ответ ладьей и белый играет ферзь f3. И оказывается, что здесь белые просто остаются с лишним слоном в абсолютно выигранной позиции на ладья d7. Просто белые забирают ферзя, съели-съели и здесь, конечно, партия завершается в ближайшие пару ходов. Но тут ладья e5 ход не последовал, здесь уже у черных остались секундочки, меньше одной минуты и черные поверили в себя и съели пешку на поле h3. Таким ходом, скорее всего, перуанскому гроссмейстеру показалось, что он вскроет белого короля и попытается до него добраться. Черные сыграли ладья e5, дабы дать шаг с поля h5 белому королю, но Накамура был беспощаден. Он сыграл конь f6, подставил коня под бой, объявляя шаг черному королю. Черным ничего не оставалось, кроме взятия и Накамура просто съел белопольного слона на поле c6 своим ферзем. Черные сыграли ферзь e7 и партия завершилась после хода ладья g4. Белые объявляют шаг черному королю и Хосе Мартинес ничего не может подделать. Если черные играют ладья g5, то партия завершается после хода слон бьет f6, после такой вот вилки на ферзя и ладью. И черные, например, играют ферзь e6, поменялись, поменялись, ели, неважно, ладью на g5, либо слоном и остались с лишним материалом. И вот действительно, вот такой красивой комбинацией Хикаро Накамура завершает свою партию против Хосе Мартинеса Алькантары. И по итогу Накамура с учетом 3-1 выигрывает у Мартинеса и забирает главный приз в размере 500 долларов. Чем мы Накамурой и поздравляем и желаем, конечно, Хикаро успехов на турнире первого этапа серии Гран-при.